Около трех миллионов рублей выделили жителям Сузуна на строительство и приобретение жилья в рамках федеральной программы. Кто попал в заветный список и как распорядятся сертификатами сузунцы, выяснили наши районные коллеги. Поздравляю вас. Дай Бог вам здоровья, благополучия вашей семье. Ну и желаю, чтобы сыну тоже, может, когда-то мы такое же свидетельство вручили. Так, что ты эту руку-то даешь? Правые мужики дают руку. Три сузунские семьи этого момента ждали не один год. Дмитрий Спиридонов с женой и двумя детьми живет в съемной квартире. На социальную субсидию планируют купить большой дом, где у ребят будут отдельные комнаты. Живем в однокомнатной квартире, как-то мало, детей много просто, что хотелось бы побольше дома. От этой помощи кстати. Варианты есть на примете уже, присмотрели, сейчас сертификат получим и там уже до конца определимся. А вот семья Оленбург жилье уже выбрала. Теперь ждут, когда его можно будет назвать своим. Ну, выбрали, конечно, как неплохой дом, то, что квадраты как большие. Ну, ремонт подлежит маленько, то, что надо будет там и окна переставить, и все это сделать уже под себя. Всего в Новосибирской области в этом году больше ста семей попали в заветный список. Сумма соцвыплаты варьируется в зависимости от состава семьи, но составляет не меньше 30% стоимости будущей жилплощади. В 2017-м, по словам специалиста, программу продлят. И чтобы стать ее участником, нужно выполнить три условия. Первое – это возраст, ограничение возрастное, то есть до 35 лет молодая семья должна быть. Второе – она должна доказать нуждаемость, что она нуждается в улучшении жилищных условий. И третье условие – что она им достаточный доход для того, чтобы приобрести жилье. До Нового года молодые семьи должны обналичить сертификаты, так что зимний праздник будут встречать уже в собственных домах. Светлана Соколова, Сергей Кушаков, Новости ОТС.